Музыка Следующая точка Воронеж Мы совсем по-другому представляли приграничье с Донецкой Республикой Мы думали, что запустение какое-то, страх у людей Поля все засеяны, люди живут, красота везде убрана, чисто, все посеяно, работают в службу государственную То есть, конечно, я лично и все члены делегаций очень впечатлены Это Мамаев Курган, последний демократический город Мы продвигаем сейчас прямо к границе Донецкой Республики Делегация Либеральной Демократической Партии прибыла на Донбасс У нас несколько задач Первое, это гуманитарная миссия Во-вторых, мы хотим своими глазами посмотреть на то, что здесь происходит И, наконец, конечно же, мы хотим развивать отношения между народами Беларуси и Донбасса Мы находимся в центре Донецка Когда ты тут стоишь, ты понимаешь, что 8 лет убивали мирных людей Перед отъездом меня спрашивали, боялись ли мы туда ехать Когда ехали в Донецк, да, боялись Скрывать это я не буду Но находясь там, было стыдно бояться Было стыдно бояться в виде детей, которые играют и хотят быть счастливыми Которые ходят по улицам и дворам Донецка Куда периодически залетают снаряды и ракеты Стыдно бояться, видя мужчин, которые, несмотря ни на что, делают свою работу Восстанавливают дороги, занимаются озеленением А наша делегация периодически смотрела в небо Нам тяжело было привыкнуть, что каждый день в сотнях метрах от нас происходит взрыв Мы прибыли в Мариуполь Первая наша остановка – это гуманитарный центр Здесь сегодня центр жизни Мариуполя Именно сюда люди приходят для того, чтобы получить еду, одежду, помощь Хочется отметить, что организовано все очень хорошо Несмотря на то, что совсем близко идут боевые действия Помощь поступает централизованно Ее сортируют волонтеры Распределяют по категориям Помощь выдается систематически И это действительно вызывает уважение Удивительная реакция людей, когда они видят государственный флаг нашей страны Они подходят, улыбаются Они так рады видеть белорусы Азовцы или украинская армия буквально на второй или на третий день уже переместилась в город И техника была распределена между жилыми домами, дворами Мародерство начиналось опять же военными Приезжали на боевых машинах с автоматами люди, вскрывали магазины Там на них же опознавательных знаков не было Но то, что это украинские военные, однозначно Почему? Потому что это первые дни, когда начались обстрелы, перемещение техники и так далее Это все были, естественно, в ВСУ В высотках ВСУшники делали бойницы снайперские для того, чтобы обстреливали перекрестки И поэтому многие высотки и сгоревшие, так как там до последнего были, как боевые точки ВСУшники, которые держали этот или иной перекресток Обычно мирным жителям даже не давали возможности перейти через улицу, чтобы проведать своих родственников Или там бабушке воды отнести или еще что-нибудь А очень много случаев, когда они просто на этой улице этих людей расстреливали Много-много, да, сгоревших домов, магазинов В основном там вообще не было никаких боевых действий Это просто негодяи ездили и зажигательными боекомплектами расстреливали дома С гранатометов стреляли в квартиры и просто умышленно сжигали горы Это происходило активно в тот момент, когда они покидали те или иные районы, в которых сидели Там были размещены беженцы уже со сгоревших домов Коммунальные службы подвозили воду, кое-какое питание Когда это здание взорвалось, очень много ходило слухов изнутри или снаружи Но то, что среди горожан ходит, что оно изначально взорвалось изнутри То, что эта диверсия была 100%, неважно с какой стороны она взорвалась, снаружи или изнутри Но это была диверсия 100% Потому что в этот день также прилетела в плавбассейн «Нептун», где также люди жили И в этот же день начался обстреливаться и спорткомплекс В котором также в подвалах и в спортивных залах проживало более 400 человек Такое ощущение, что они уходили и полностью должны были оставить после себя руины За эти 8 лет закрылось более 300 предприятий, крупнейших предприятий страны Машиностроение полностью остановилось В последнее время город жил только торговлей Мы едем с Мариуполя Конечно, всю делегацию впечатлила поездка Город очень сильно пострадал от бомбежек Разрушенные дома, разрушенный театр знаменитый, стадион, горсовет, который сожгли еще в 2014 году после тех событий Мы посмотрели, как люди друг другу помогают, как организована гуманитарная помощь Мы привезли туда сами гуманитарную помощь и ее с большим удовольствием взяли Детей очень много видели, женщин Люди хотят жить, люди хотят восстанавливать город, люди хотят мира И самое главное, что я хотел сказать, это отношение к Беларуси, к белорусам и к лидеру нашей страны, нашему президенту Оно очень теплое Здесь очень ценят наши усилия нашего президента и нашей страны на мир Все воспринимают белорусов как страну, которая борется за мир Нас здесь очень любят И это дорогого на самом деле стоит Мы продолжаем наше движение по Донецкому, по Донецкой области, по ДНР И будем рассказывать о всех наших дальнейших движениях Сейчас мы выехали с Мариуполью Беларусь никогда не бросит людей Мы никогда не предавали, никогда не подводили Мы всегда помогали И Беларусь всегда приезжает с миром И сюда белорусы приехали тоже для того, чтобы созидать, помогать и делать Мы каждый день работаем по территориям, по сладушбонным Люди такое ощущение, будто они находились все это время Вот 8 лет последних особенно Вот не просто гипнозом Они на черное говорят нет Полностью все было зомбировано на уничтожение именно триединого славянского Работали спецслужбы Поэтому, коллеги, вам огромное спасибо Всем мира Редактор субтитров А.Семкин